ой ребята здравствуйте здравствуйте всем сейчас будет шоу для тех кто не спит сразу скажу мы едем со съемок дома 2 и если кому будет интересно эмоции просто зашкаливает вообще вы даже не представляете короче сейчас все расскажу если я буду матюкаться не обращайте внимание потому что столько эмоций вызвало у нас домушники и все эти съемки что просто пипец валера ты следишь короче за комментариями я слежу за дорогой вот у нас тут валерий крутов ребята это полный пиздец вот тема да мы ездили короче в этот сегодня свадьба у гогена солнцева с его бабулькой как мы выяснили ей 63 года верно короче дом 2 выкупает все права на эту свадьбу и трансляцию как бы всего этого действа то что мы сегодня видели и присутствовали причем это полный трэш я я в шоке после этой съемки я сказал что я никогда в жизни больше не пойду на съемки дома 2 бедные его участники во первых хочу сказать про участников конечно это просто вообще люди люди ахуевшие да и блин так смешно было это смотреть в итоге мы приехали на съемки приехали как нам сказали поскольку 66 33 съемки мы приехали как путные маши блин приехали пораньше на час нас запустили туда но я извиняюсь но у нас тут это красный светофор короче эмоции зашкаливают вообще просто мы туда приехали нас запускают и полностью забирают наши телефоны телефонов у нас нет люди мы сидели три часа без телефонов это просто был пипец вы даже не представляете мы у нас была ломка скажи у тебя была ломка валера трэш в голове творилось было ломка что у нас не было телефона во первых нас заставили ждать они продлили съемки еще на на час и мы сидели короче съемки у нас начались где-то в 9 в 9 нс там сколько-то времени это был пипец сначала вроде шло все хорошо все так неплохо вышла бородина скадони а потом началось шоу это вообще мама не говорю причем вы знаете такое впечатление что шоу придумывалось да допустим я потом еще не будет сделать дом 2 я тормозит эфир люди мы в дороге поэтому пожалуйста слушайте голосовые сообщения пофигу что вы меня не видите я буду радио станции титков плюс плюс валера короче там было шоу причем даже те же участники которые там вот эту свадьбу все это играли а свадьба была настоящая кстати такое ощущение что они были в шоке потому что чего что слушайте у меня ему когда у меня эмоции я обычно еду с каких-то съемок или еще чего-нибудь у меня у меня плещут эмоции я хочу с кем-то их поделиться поэтому слушайте меня не останавливайте забрал или телефоны телефоны забрали потому что это был эксклюзивный материал который выкупил дом 2 на полностью на все права что связаны с гогеном солнцевым и его свадьбой но плюс я так понял что там у всех абсолютно отбирают телефоны вообще абсолютно все звезды приходили даже у них забрали всех что нельзя ничего сливать никакую информацию фотографироваться ничего нельзя только потом когда съемки заканчиваются и на выходе это можно чего ну как хорошо валерий тут этот как его зовут пишет степан меньше степан меньшиков домушник там пишет он тоже там участвовал ну и вот забираю телефоны полностью все и все остаются абсолютно без связи вот мы там сидели несколько часов мы о чем идет речь я сейчас рассказываю о том как мы сейчас едем со съемок дома 2 очередной серии про дом 2 рассказываю из личного опыта из личного таких эмоциональных таких этих вещей вот телефонов не было снять ничего нельзя съемки шли сначала шли дубли 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 это не как допустим когда мы ездили на съемки этого скажи валер как comedy club на comedy club все шло зашибись мы как на концерте побывали здесь были дубли но в начале когда там кадони выходил и бородина выходила но дальше что происходило жалкая пародина малахова ну да типа того что но что там дальше происходило это просто пипец вообще какие-то люди какие-то причем настолько все какой-то наигранное пригласили этого шкафа как позовутся на валер скажи барецкий короче это барецкий какой-то это в малиновом пиджаке типа этого рейкетера который банк шкаф гигантский пивные жрет он всех проститутками обзывал что то проститутка это проститутка все его там чуть не вывели было смешно реально но это настолько изнутри это настолько наиграно настолько высосаны из пальца по ход тела история придумывалась прям во время до съемок истории придумывалось на приглашали всех кого только можно и снимали там это я конечно мне прям интересно будет этот эфир посмотреть как это там смонтирует и что это сделают но это трэш полный вообще короче даже если бы мне заплатили денег да сколько я не знаю гагену заплатили я бы не стал участвовать главным персонажем чтобы обосрали до такой степени как обосрали сегодня этого гагена как я ну так и жаждал чтобы возможно это его дат именно тема чтобы в черным каким-то пиаром заниматься но этот конечно трэш вообще бабушка это бедная не могла там оправдаться это же гадость или выскочки какие-то нелепые абсолютно матч спрашивают движера что он там делал в малиновом пиджаке мы сами в офигели когда этот шкаф вышел вообще на кольят его туда пригласили короче собрали все все собрали там это был пипец когда эфир я не знаю когда эфира низко я клянусь я дом 2 не с вами обозначен как четверг что каждый четверг следующий номер четверг 2300 либо мы уже в эфире сегодня были я не знаю время 23 57 может быть они прямо сейчас это 50 грамм нам уже видишь да 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 по 50 грамм я птяпнул сейчас тяпнул не знаете а может еще с эфиры это не то что не то что нервы подняли не они подняли эмоции и вот на данный момент сейчас и эмоции переполняют найти как но то что люди как можно смотреть дом 2 скажите пожалуйста я его никогда не смотрел я знаю что я переснимал половина дома 2 уже потому что у меня моими моделями уже море было девочек из дома 2 но я его никогда не смотрел я я как бы узнавал всех после того как ко мне они там приходили на съемки там не мои девчонки знакомые там рассказывали который смотрит этот дом 2 слушайте ночь вот что они своим эфиром несут вообще валера правильно сказал что кодоне жалкое подобие андрея малахова который ведет вот передачи они вот что-то такое было похоже потому что эти красные диваны они с бородиной вот именно вот так ведут именно ток-шоу как все как все ведущие но настолько все высосано из пальца и что они пропагандируют это просто пипец домушники там есть малолетки которые советы какие-то дают что он может в 16 или сколько там ему лет я не знаю там какой-то маленький какой-то там был вообще аж противно смотреть это было клянусь чувствовали себя и вообще не в своей тарелке я себя чувствовал дебилом да правда дебилом среди делом я знаю что это шоу вообще все наши ток-шоу которые показывают на телевидении это шоу привет греция привет это все шоу я знаю что это все сценарии на себе это проходил уже не раз и я видел эту всю кухню изнутри что как бы что это как и происходит но просто вот дом 2 же смотрит очень много молодых ребят девушек которые пытаются повторить вот то что там происходит ведь это в мозгу оседает это все так что ты начинаешь в это верить это тем более молодые как бы люди они это все впитывают как губкой и стараются воспроизвести это в своей жизни но поверьте когда сегодня значит шло значит вот это вот все действо идет кадони там разговаривать разговаривать и просто тупо среди всего эфира встает девочка и начинает там орать там на гагена потом следом 2 стоит настолько наигранной я не знаю как они это все дело смонтируют и как это будет все у ребята ну это просто прям такое ощущение что всем раздали вот так вот листочки по которым они прочитали наверное так и есть да не наверное так есть так и есть блин блин я никогда больше не пойду туда никогда даже на съемки я все думал меня ирина огибалова приглашала саш пойдем к нам на съемки туда-сюда все ну после сегодняшнего что мы увидели это был пипец вообще валерну почитай мне комментарий бляд я я бы сохранить эфир я подруге покажу а дом 2 смотрит теперь пенсионеры от него так от нечего делать меня знакомого тридцать пять-сорок лет смотрит нам два с его основания ну короче понятно а это чего это слушать я и следующий четверг в следующий четверг по валер сейчас анонс посмотрел передача выйдет следующий четверг 2300 на тнт чувствовали себя реально как не своей тарелке прям клянусь вам просто вообще жизнь какая-то но мы присутствовали мы сидели там гримерке когда там все собирались люди именно от от гогена и мы присутствовали там ой там вообще вы знаете на валерах держи в двух словах давай собрали всех вот этих вот участников которые будут непосредственно в процессе в разговоре до принимать участие за нас в одну комнату запустили мы там по накрыли поляну нам поляна состояла нам нам накрыли поляну она состояла из нарезки из ашана подожди короче они начали возмущаться где наша еда дайте нам еды короче приносят два больших пакета из перекрестка битком забитый булками и нарезками один пакет это были хлеб это был а второй второй это нарезка колбасы и сыра все и вода это нас была свадьба банкета вообще нет там еще две банки кофе принесли потом да чай кофе был вот все мы дружно ржали разговаривали пили чай там жрали бутерброды но как только мы попали в студию начали съемки эти люди все друг на друга стали орать что у них вот такого скелет какой-то да у них ощущение было что это все актеры понимаешь прям реально актеры с театра гагена просто которые у которых были конкретные роли сценарий добра бизнес-сценарий по которому надо вот высказать свое слово но но вот ощущение просто вот что на контрасте сейчас мы вместе пили чай и выходит тюзник и начинает на гагена орать ты проститутка так как вы туда попали нет это я сашу затащил короля нет такая история вообще на самом деле гаген это валерий друг на самом деле гаген сам по себе неплохой человек если так вот копнуть он неплохой человек но просто вся вот это вот его пиар история да она построена на каком-то сценарии все что на эфирах нас убьют за этот эфир нас убьют вальера можно возможно все что просто показывает это ну некая такая частичка его ненастоящей жизни так скажем прочитаю вот вот сейчас свадьба гагена та свадьба которую вы говорили когда на камедии были да 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 это это да смотрите поехали на взагс они реально расписывались да реально настоящая свадьба была кстати не не подстава настоящая свадьба что должно было быть изначально почему сани туда попал и как вообще мы попали на дом 2 я должен был организовать эту свадьбу с банкетом организовывать я был организатором изначально и должен был быть ведущим на его свадьбе но так как канал тнт выкупил эксклюзивные права нас послали нахрен и в итоге все вот эти вот действия с его свадьбы по что касается после загса нас уже никоим образом не касалось единственное что нам позволили сделать это прийти на эфир для того чтобы побыть в качестве гостей и пожрать торт который мы потом сожрали вот это вот было единственное что из того плане распланирована и свадьбы которые мы должны были организовать остался только торт до конца Продолжение следует...